Друзья, всем привет! Мы сейчас пришли на ужин в отеле в Египте. Хотим вам показать, как выглядит вообще вход в зал, где проходит ужин, с чем кормят. Сейчас очень мало народу в отеле, поэтому не так много еды делают. Мы на ужин обычно ходим как на праздник, так что хорошего вам просмотра. Надеюсь, вам все очень понравится. Мы, кстати, решили сегодня подарить шоколадке, которую я привез для таксиста. Хотим подарить одному бармену, потому что он очень постоянно хорошо работает, он такой молодец. Посмотрите, как красиво украшен зал. У тебя встречают шарики, посмотрите, вот такая красивая ложа, красивый диванчик. Да, покажите. Да, надо будет фотки потом сделать, вот красивые, очень красивые такой. Давайте какую-нибудь спортивную фигурку здесь сделайте. И украшение, иллюминация повсюду. Посмотрите, как все красиво сделано. Вот такой настоящий, актовый, красивый зал. О, вот скоро будет, кстати, праздник 14 февраля, День влюбленных. И для него тоже посмотрите, как красиво зал украсили. Вот такой огромный зал, и очень мало людей. Очень мало людей, потому что... Юль, подожди, давай подарок дарите. Hello, my friend. This is present for you. This is chocolate. Ты очень хороший человек, добрый. Нам всегда хорошо делаешь. Передавай привет друзьям. Потом откроешь, на память коробочку оставишь. Все хорошо. От души, брат. Очень хороший человек, нам всегда помогает. И вот здесь вот мы можем... Юль, я сейчас тогда обзор еды сделаю, а вы пока набирайте все. В общем, здесь, смотрите, есть... Вот каждый день, в принципе, одно и то же даются. Какая-то молохия, это джин. Это какой-то соус. Честно сказать, мы его еще ни разу не пробовали. Какой-то зеленый соус, наверное, из укропа или зелени. Вот это вот цукини. Цукини в... Как, знаете, как такая паста из цукини. Вот, картофельный таджин. Это, в принципе, те вещи, которые каждый день подаются. Это, как, знаете, икра такая из картофеля, из цукини и так далее. Хлеба. Но выбор хлебов здесь не очень огромный. Вот здесь есть белые хлеба. Есть вот такие вот темные хлеба. Если честно, не очень нам понравилось. Вот такая вот декорация красивая. И еще раз белые булочки. Вот иногда мы еще берем вот такие лепешечки. Лепешечки очень вкусные. И все, конечно, вот с таким декором все очень красиво сделано. Потом вот этот вот мне нравится отдел. Этот отдел здесь тоже можно набирать еду. Здесь очень красивая атмосферная такая, так сказать, атмосфера. И можно брать такие салатики, апельсинчики, огуречный салат, капустный салат. Очень вкусная сладкая картошка. Вот какой-то соус. Я не знаю, что это. Один раз мы взяли. Похоже чем-то на айран. Но вот мы не знаем, его нужно пить или им нужно чем-то поливать, например, еду. Можно картошку просто обычную брать. Это все холодное здесь. Значит, перчики, очень много зелени. Мы любим зелень брать. Каждый день я вот такие вот помидоры беру. Помидоры с кремом. Это, знаете, похоже на сыр Филадельфия. Но вчера, когда я взял в очередной раз такие помидорчики, крем был сладкий. Также здесь сырная тарелка украшена дынями. Можно взять там соленые огурчики и овощи на гриле. В общем, это тоже можно все прям спокойно набирать себе в тарелку. Оно вроде бы как декорация сделана, но тем не менее, можно это тоже спокойно набирать себе. Так, вот в этом месте, в единственном месте можно брать тарелки. И здесь у нас, опа, это лазанья. Мясная лазанья. Есть картофельная печь. Картофель запеченный. Вот такая вот карта называется. Картофельная печь. Ну вот, есть овощи соте. То есть, овощи на пару, если вы хотите. Есть на ваш вкус вермишель рис. То есть, рис с вермишелью и с апельсинами. Вот так вот все это написано. Вермишельный рис. Потом здесь находится специально для супы. Здесь супы стоят в обед. Супы можно брать. Значит, здесь у нас микс фаршированный. Здесь какие-то овощи с рисом. Микс фаршированный. Очень странное иногда название. Но тем не менее, все понятно. Рыба. Вот такая вот рыба, тоже с рисом. И с вкуснейшими апельсинами. My friend, что это? Гуляш. Гуляш с мясом написано. Я такое еще не пробовал. Но что-то похоже на тоже лазанью мясную. Так, потом тмин. Говядина с тмином. Вот. Сейчас очень мало, я говорю, готовят. Потому что очень мало людей присутствует. А здесь всегда можно заказать либо... Это называется кофта. Это называется... О, друг, очень красиво. Это люля-кебаб. Кебаб. Кебаб. Кофта. Вот. Она тоже фаршируется овощами. И здесь прям при вас готовят пиццу. Пицца готовая. Можно показать, мой друг? Показать. Красивая пицца. Очень вкусная. Красивая пицца. Очень хорошо готовят мои друзья. А вот. И здесь можно салаты... Салатный бар. Можно выбрать соленые закрутки. Можно выбрать зеленый салат. Помидорчики. Мы очень много зелени едим. Огурчики. Готовые салаты. Огурцы, помидоры. Острый перец мы любим. Кускус. Ну, то есть, как бы, на наш вкус очень много всего вкусного и красивого. То, что мы любим. Вот такие везде вот декорации интересные. Из чего они не сделаны? Я не знаю. Из папье-машей или из чего-то. Вот. Есть даже Кремль. Пожалуйста. Собор Василия Блаженного. Видите? Вот. Фонтанчик. И еще целая гора салата. Вот. Можно прям такими кусками брать, если вы хотите. Прям капусту или что-то еще. Просто можно брать и кушать. Икра из кабачков. Так. Вот здесь очень много вкуснейших десертов. Десерты я сейчас покажу отдельно, потому что это заслуживает отдельного внимания. Посмотрите. Куча фруктов. Куча бананов. Апельсинов. Вот это вот называется физалис. Мы прям берем иногда на обед целую горсть физалиса. Он похож на... Это как бы ягода. Но эта ягода очень похожа на... Как бы такие помидорчики, чуть-чуть соленые. Но сладкое послевкусие оставляет. А сегодня супы здесь. Чечевичный суп. Очень вкусный. Чечевичный суп. Суп птичий язык. Я не знаю, что такое птичий язык, но, наверное, что-то связано с птицей, с птицепродуктами и так далее. Вот здесь всегда находится сладкий картофель батат. Мне очень он нравится. Он сделан на гриле и сделан вот на такой печи стоит старинный. Вот хот-дог. Порезанные сосиски. Можно их тоже покушать. Вот это вот какая-то тоже вещь. Может быть, из риса или из чего-то еще. Здесь обычно всегда вот при вас жарят вермишель, лапшу, пасту. Накладывают. Вот, смотрите, все на живом огне. Можно заказать пасту с томатиком. Привет, мой друг. Как дела, мой друг? А это что у вас? Это сладкое или соленое? Мясо. Мясо. Вот, рыба. Рыба называется Hawaii Fish. Жареная рыба. А вот это печень. Печень с рисом. Можно покушать. Рыба саядия. Это тоже сегодня было на обед. Честно, хочу сказать, что рыба здесь невкусная. Вот. То есть, сама вот эта вот рыба саядия, которую подают, она не очень вкусная. Она горькая. Не знаю, почему. А вот это вот курочка. Курица в кляре запеченная. Вот. Пожалуйста, здесь тоже можно рис, овощи на пару. Опять же, как она называется, икра, да? Вот. Какое-то, наверное, картофельное пюре. Видите, везде добавляют. Овощи гриль. Я всегда беру очень вкусные овощи гриль. И это мясной фестиваль. Это как ростбиф. Хочется посмотреть на мясо. Можно посмотреть? Мясо. Кусочек мяса. Покажите, какой здесь. Очень хорошее мясо. Вот. Смотрите, какой кусок мяса. Это говядина. Да. Очень красиво. Ее прямо на кусочки режут. Да. Передавайте привет. И вот это вот тоже, смотрите, целая рыба вкуснейшая. Кури. Большая рыба. Вот такая вот. Это называется карп. Карп. Ну, все, друг, хорошо. Сейчас будем все пробовать. Вот. И все очень красиво украшено, конечно же. Везде иллюминация и так далее. Ну, и вот посмотрите, сколько людей в самый час пик находится в зале. Очень мало людей. Так, друзья, ну и давайте подойдем к десертам. Десерты здесь заслуживают особого внимания. Очень все вкусно. Очень все красиво. Классно приготовлено. Вот они, шеф-повара, которые делают десерты. Очень вкусно. Мы всегда кушаем с удовольствием. Сейчас все покажем и обо всем расскажем. Вот, друзья. Десерты. Вот, наверное, первый раз в жизни в таком отеле, где еда, можно сказать, ну, не на первом плане, а вот десерты, это просто отдельная, отдельная история. Сейчас я вам про каждый десерт с удовольствием расскажу, потому что мы их тут едим очень много. Вот это вот птичье гнездо. Очень вкусный десерт. Это тоже что-то в меду. Это что-то с кокосом десерт. Это какой-то чизкейк, который сделан с медовым шоколадом и с печеньем. Это тоже похоже на птичье молоко, на птичье гнездо. Вот это вот очень интересный десерт из манки. Это тоже, по-моему, из манки. Вот такие вот тортики, смотрите, шикарные делаются. Вот такие вот торты, друзья. Просто это произведение искусства. Очень много крема, очень много вкусного такого наполнения. Вот, и посмотрите, как красиво все это украшено. Вот, просто глаза разбегаются. И посмотрите, сколько труда сделано, да? Из-за того, что мало народу, к сожалению, все люди съедать не могут. У нас есть свои фавориты. Например, вот это вот пироженки, трубочки медовые из слоеного теста. Ну, из специального слоеного теста. Вот такие вот пироги, где очень много клубники, яблок, всего остального, кексики. Посмотрите, как это все тоже украшено. Вот такая вот красота, еще новогодние декорации сохранились. И вот как все вот, посмотрите, красиво. Это пирожная картошка. Вот можно брать одну штучку и наслаждаться. Ананасово, мангово, кивиный торт. Вот эти вот очень вкусные пирожники. То есть, каждый день мы набираем себе каждого вида по одной, по две штуки. И мы съедаем их, и мы с удовольствием едим. Ни разу не было, чтобы мы оставили что-то. Или что-то нам не понравилось. Нам все очень и очень нравится. И вот такие вот разные тортики, тортики, только такие. Это, по сути, все тортики, которые представлены в большом виде. Их потом еще разрезают, чтобы люди сразу могли ими насладиться. О, сегодня даже желе есть. Вот обязательно я сегодня возьму себе желе. И вот это вот тоже очень вкусная вещь. Она из какой-то крупы на меду и с сахаром. Везде украшено все это шоколадом, белым, черным. Эвелия, что ты хотела? Хочешь уже что-то себе заказать? Или ты меня уже зовешь к столу? Все, меня, наверное, уже друзья сдавут к столу. Так что пойдем сейчас посмотрим, что мы набрали. Можно посмотреть, что вы набрали? Итак, вы набрали, конечно же, перчик, салатики, овощи-грин. Все, пойдемте кушать, да? Все, я вас догоняю. Мандаринчик бери, правильно. Бери, все очень вкусно. Так что, друзья, я на самом деле думал, что снимать буду минут 5. Оказалось, я уже наснимал на очень долго. Но хотелось прям реально все показать, обо всем рассказать. Потому что это просто произведение искусства. И еда, и десерты. Нет, Эвелия, это не наш? Это не наш столик. Вот, пойдем, наш столик, он следующий. Давай, заходим на него. Привет, друг, как дела? Отлично. Хорошего дня. Я люблю тебя. Вот, все, садимся. Вот такие вот красивые столики, все украшено. В общем, нам, друзья, очень нравится, как здесь кормят. Подписывайтесь на канал, приезжайте в отель. Ну, знаете, вот за такую небольшую сумму можно хотя бы раз в воду вкусно покушать. Все, всем пока, удачи и до новых встреч. Вот, Эвелия очень любит макарошки. И вот такую тарелку набираешь. Овощи, гриб, курочки чуть-чуть, салатика. Мой любимый помидорчик. И Юля тоже довольна едой, да? Я уже начала, я удачу. Все, а мы уже только-только начинаем. Все, теперь всем пока. Это для красоты. Приятного аппетита.